Всем привет! Вы находитесь на канале Ментал ТВ. Здесь мы изучаем невербальное и вербальное поведение человека и стараемся сделать вашу коммуникацию хоть чуточку безопаснее. По вашим просьбам я все-таки решил сегодня рассмотреть интервью Собчаку Дудя. В предыдущем выпуске, где я разбирал поведение Конора Макгрегора, я помимо невербального поведения удивил внимание вербальному аспекту его общения. Получилось вроде бы неплохо и поэтому сегодня я решил полностью проанализировать Ксению по тому, что и как она говорит и какие используют приемы речевых манипуляций. Кстати, как наверное не многие заметили, у меня новый монитор, так как старый слишком мал, чтобы на нем комфортно работать и монтировать. Поэтому я обратился в сервис по доставке покупок из Америки, который называется Бандеролька. Цены в США еще ниже, чем в наших магазинах. Сервис дает вам адрес США, можете заказать самостоятельно, а можете воспользоваться услугой помощи при покупке. Просто кидаете ссылку, указываете количество, цвет, размер, а сотрудники Бандерольки все за вас выкупят. Заполнить декларацию и останется только отправить и ждать дома. Лично я сделал так, мне очень понравился этот сервис и обязательно еще что-нибудь закажу и обращусь к ним. Кстати, скоро черная пятница, а значит в Америке будут настоящие скидки. Плюс ко всему, ссылку, которую я оставлю в описании, даст вам скидку в семь процентов на доставку первой посылки. Поэтому советую воспользоваться этой возможностью, тем более скоро черная пятница. Я не уверен, что Ксения намеренно использует какие-то техники целенаправленно, скорее всего это происходит неосознанно. У нее большой опыт в провокационном общении, который получила в журналистике, где нередко используются способы речевых манипуляций, черные риторики, контролю беседы и так далее. На примере Собчак я постараюсь донести до вас, как подобным способом пытаются воздействовать многие люди в общении, которые хотят взять контроль над беседой. Возможно, какие-нибудь из них вы даже найдете полезными для себя и будете использовать в общении. Естественно, не в ущерб своему собеседнику. Преувеличенные факты. Когда человек чувствует опасность его репутации, то он придумывает какой-либо преувеличенный факт, который якобы собирается предоставить его оппонент. После этого факта он планирует убить двух зайцев одновременно. Первое, это заранее оправдать себе и обесценить старание оппонента, если его факт будет не таким значительным. И второе, поставить под сомнение действия своего собеседника. Перескакивание на другую тему. Он был телохранителем твоего папы или вашей семьи? Но, насколько я помню, я могу тоже ошибаться, потому что я была примерно в том возрасте, который ты показываешь. Модная ретуза, да. Да, я в шапочке. Очень популярный способ скрыть какой-либо факт или попытка уйти от основного вопроса. Это заострить внимание на других деталях, как это делает Ксения. Ботинка вообще просто. Клевая чувиха, как говорится. Да, так... После заданного вопроса она делает вступление, якобы отвечает на вопрос. Насколько я помню, я могу тоже ошибаться. Тем самым усыпив бдительность Юрия Дудя. И затем заостряет внимание на себе, на том, как она выглядела в тот момент. И в конце заканчивает предложение, якобы уже дала ответ на основной вопрос. Клевая чувиха, как говорится. Но затем, после повторного вопроса, все же дает ответ. Хоть и с небольшими попытками увести разговор в другое русло. Надо сказать, много со мной наплакался. Я сбегала из дома. Однако стоит отметить, что не всегда акцент на каких-то деталях, которые не относятся к вопросу, могут означать то, что человек пытается соврать или уйти от обсуждаемой темы. Порой это означает заинтересованность в вопросе и желание поделиться своими впечатлениями и мыслями. Как, например, это происходит в вопросе про книги. Лужина, Машенька, вообще очень люблю Набокова. И мое любимое произведение. Я рада, что, кстати, я не так давно... Навязывание ложной глупости. Суть этой манипуляции заключается в том, что человек стремится всяческим образом принизить своего собеседника, намекая на глупость, безграмотность, некомпетентность с целью вывести его из положительного настроя, вести в состояние замешательства, снизить авторитетность его слов и за счет этого возвыситься. Но это вот вообще сейчас лицемерие жесткое. Ты человек, который в перерывах между разговором с Ходорковским ставит какие-то веники, тазики, пылесосы и прочую хрень, а то он рекламирует какую-то херню, по которой... Если вы заметили, что-то похожее происходит с вами в жизни и кто-то пытается принизить вас похожим способом, то рекомендую не обращать внимание на смысл и содержание слов собеседника. Лучше понаблюдайте за тем, что его окружает и что он использует, жесты, мимика или вообще думайте о своем в этот момент. Когда человек не уверен в своей позиции, то он вынужден выкручивать суть разговора в то русло, где он будет выглядеть в наиболее выгодном и правильном свете. Было бы хорошо нам всем вместе разработать некий план. В данной ситуации используется несколько способов, которые используются для того, чтобы заставить оправдаться и поставить под сомнение компетентность заявления оппонента. Навешивание ярлыков. Слушай, ты просто сексист. Я? Плюс перевод темы в сферу домыслов. Мой хороший знакомый, но это правда. Он говорит, Юра сексист. Плюс акцент на бездоказательность. Люди не будут голосовать за женщину. Ты вообще с чего это взял? С того, что так исторически сложилось. Плюс неровно-правное сравнение. Это такая же позиция, как я не обращаю... Так, я думаю, Стерлигов тоже мог бы сказать. Я не обращаю внимания на то, что человек гей или не гей, но геи у меня не работают. Но это ничем не отличается. Приводит в пример ситуация, которая явно преувеличена и сравнивает с позицией своего собеседника, которая может и не иметь такой же негативный оттенок. Таким образом пытается превратить позицию своего собеседника в такую же абсурдную, как и та, которая была взята для сравнения. Как, например, и в этом моменте. Ты сейчас действуешь, как вот реально журналист Киселев или Славьев. Ксения указывает на то, что его заявление не имеет доказательств, и надуманный пытается заставить Юрия оправдаться, чтобы выглядеть не в лучшем свете. Либо пытается таким образом заставлять обсуждать то, что не имеет отношения к сути обсуждаемой проблемы и увести вообще в сторону. Юрий реагирует вполне адекватно и не ведется на провокации. Если вы попадете в такую ситуацию, то лучшей защитой от такого будет именно соглашаться с тем, что говорит человек, и восхищаться его проницательностью, но оставаться при своей позиции и ни в коем случае не оправдываться, не повышать тон, не спорить и не переходить на оскорбления. Один из типов приема – возвратный удар. Ты же понимаешь смысл этой цитаты, Юрий? Ты согласен с тем, что в нашей стране? Ты согласен с этим или нет? Абсолютно. Ты понимаешь, что в каждом поколении ты согласен с этим? Абсолютно, безусловно. Тогда зачем ты задаешь вопрос, ты правда считаешь, что это страна генетического отребия? Ты же понимаешь, что я имею в виду? Изначально она приводит беспроигрышные для этой ситуации доводы, с которыми Дудь соглашается. Затем пытается навязать ему то, что с этой позицией он автоматически должен согласиться, так как принял несколько позиций до этого. Тем самым пытается ввести его в заблуждение и создать такую ситуацию, в которую он выглядел бы лицемерно, как человек, который противоречит сам себе. Также это еще называется правило трех «да». Об этом можете почитать в интернете. Очень популярная манипуляция, которую используют начальники и люди, которые выше вас статусом, или им нужно, чтобы вы не акцентировали внимание на каком-либо событии или вопросе. Еще очень часто на протяжении всего интервью, в тех ситуациях, когда не хватает аргументов, и ситуация складывается не лучшим способом, Ксения нападает на Юрия и прибегает к сравнению. Такой прием называется сопоставление утверждения оппонента с его поступками. Мне было все равно на это. Такое происходит часто на протяжении всего интервью. Также попытка снизить значение ситуации при применении юмора, иронии или сарказма. И проекция это на своем собеседнике. Таким образом, ситуация уже не будет выглядеть такой серьезной, как могла бы быть в самом начале. В контексте интервью, особенно с сильным интервьюером, противостоять таким манипуляциям легче, потому что задается конкретный вопрос, и особо настучивый собеседник все же требует ответа, который важен для передачи. Но в жизни запутаться после подобных уловок будет проще. Чтобы не поддаваться никаким манипуляциям, провокациям или разным психологическим уловкам, нужно иметь внутренний стержень, четко понимать свою позицию и взгляды, и в таком случае человеку будет труднее вами управлять или что-то внушить. Но не стоит это путать с однобоким пониманием вещей, когда кто-то пытается вам что-то объяснить, и вы отказываетесь выслушивать его точку зрения и рассмотреть суть вопроса под разным углом. Это очень глупо. Речь идет именно о скрытых манипуляциях. Я разобрал самые яркие примеры речевых манипуляций, но это не значит, что они присутствуют во всех ответах на вопросы. Где-то ответы были вполне убедительными и не ставили задачи запутать или воздействовать на своего собеседника. Но такие моменты все же были. Особенно часто она пытается переложить вину на Юрию и спровоцировать заданные им вопросы на самому себе. Где-то повышает голос и говорит на повышенных тонах, что является признаком стресса и эмоциональной нестабильности. Но совсем не обязательно то, что она, используя эти приемы, пыталась соврать. Но точно сказать можно, что это в большинстве случаев было попыткой уйти от вопросов. А на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели до конца. А если вам понравился выпуск, то можете подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Если вам нравится такой формат анализа, то ставьте пальцы вверх, чтобы я это понял. И в будущем я, скорее всего, буду комбинировать невербальный и вербальный анализ. Следите за людьми и не оставайтесь в дыруках. Скоро увидимся.